Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, время подошло, еще один ролик. Ну, ребята, еще вот такое дело, насчет вопросов. Вы у меня спрашиваете все время конкретные цифры, сколько стоит, сколько стоит страховка, сколько стоит коммуналка. У меня всем этим занимается жена, она всегда спрашивает, она у нее на платном канале, там, можно сказать, царствует. Вот, много очень роликов именно ее. И вот она всегда в конце говорит, задавайте вопросы, ну, и спрашивайте у нее, вот. А насчет коммуналки, у меня же есть статья о коммунальной услуге. На моем сайте русские-американцы. Зайдите и просто наберите в поиске коммунальные услуги, он сразу выскочит, сколько стоит коммуналка. Ладно, хорошо, теперь новости какие? Названо соотношение числа мужчин и женщин в России. О, как! Интересно. Я вам могу сказать, что, ну, я как педиатр, да, мальчиков рождается в среднем больше, чем девочек. Но к году уже выравнивается. Потому что мальчики, ну, не такие жизнеспособные. Выравнивается количество, да, один к одному, ну, примерно, да, получается. Вот, ну, а дальше, согласно данным по, значит, в 2012 году, на тысячи мужчин в возрасте до 34 лет приходится примерно 960 женщин, мало женщин, да. Однако уже с 35 до 40 на тысячу мужчин примерно 1027 женщин. О, как! Ну, мужики мрут, что говорить. Берегите мужчин. Помните, был такой крич. Отмечается, что в стране в январе 2018 года проживало более 78 миллионов женщин и 68 миллионов мужчин. Мне кажется, они врут. Потому что у меня такое ощущение, у меня терзают смутные сомнения, что меня до сих пор считают. Вот опять прилетел какой-то этот. Не, вот с этой стороны. Пролетели. Какие-то вот летают эти, непонятно что. Это не мухи. У нас мух нету, не моль, ничего. Ладно. Дальше что у нас ещё? Ошибка российских чиновников решила биатлониста Логинова чемпионата Европы. Ну, парень готовился, готовился. Они там что-то вовремя его не подали, да. А он чемпион вообще. Биатлонист очень хороший. Занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Вот. И Саша просто отправляется домой. Ха. Не очень хорошо это. Пошутившего о Путине миллиардера обвинили к склонностям к проституции. Ну, вот не надо шутить. Это он якобы тогда пошутил, что он показал Путину кольцо, 25 тысяч долларов стоит. По его словам он дал главе государства примерить ювелирное украшение, а тот не вернул его. Позже Путин заявил, что не помнит ни кольца, ни крафта. Ну, а потом он сказал, что это была шутка. Да, наверное, не шутка. Просто так сказал, чтобы сгладить. И вот сейчас его обвинили. Какой-то он спа-центр посещал в массажных салонах Флориды. Издание добавляет, что Крафт тесно дружит с американским лидером Донардом Трампом. Ну, скажи мне, кто твой друг, чё? Какой разговор? Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина». В каких-то он фильмах сыграл тут документальных «Смерть нации» и «Фаренгейт 11.9», в которых он играл сам себя. Вот так. Кроме того, президент США также получил награду в номинации «Худший актерский дуэт». Ну, Путина тоже надо номинировать на «Худший клоун». Так, чё тут ещё? США готовят свержение власти не только Венесуэле. Раскрыты агрессивные планы США в Южной Америке. Вашингтон готовит свержение власти не только в Венесуэле, но и в Никварагве. И на Кубе заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Но он немножко не так заявлял-то. Он совсем по-другому. Он сказал, что США должны поспешить на помощь людям, живущим под игом авторитаризма, для поиска лучшего политического решения. Но это вовсе даже не одно и то же, как свержение власти. Ну, поспешат, поспешим. Люди вон в концлагерях выживали. В сети резко ответили, можно ли прожить на пенсию 9266 рублей. А мне кто-то только сейчас написал, что у него ещё меньше. Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко спросил в своём микроблоге, можно ли прожить на пенсию 9266 рублей по нынешнему уровню цен. Подписчики ответили резко, но понятно. Люди вон в концлагерях выживали. Да, ответы давали самые разные, большинство из них резкие. Вот повысят с 1 апреля пенсию на 182 рубля, тогда заживём. Сейчас трудно. Это 3 бакса, да. Моя бабушка живёт в однушке, 26 метров. Воды куб в месяц, электричество почти не расходует. Квартплата 3900 в месяц. Медикаментов настолько же, если без обострений. Сколько дней можно кушать на оставшиеся средства? Даже если только макарошки кушать. Прожить можно, но недолго, рассуждают третьи. Ну да, ужасно, конечно. Путин возложил венок к модели неизвестного солдата. Я бы добавил, президент неизвестной страны возложил венок к модели неизвестного солдата. Она теперь уже неизвестна, это страна вообще или нет. Россия. Непонятно, что страна так с людьми не обращается. Со своими жителями. В Эстонии спасли волка, перепутав его с собакой. Ну, тоже вот нехороший какой-то заголовок. Что значит перепутав? А если бы это было... Если бы они точно знали, что волк стали бы спасать или нет. Заметили собаку в ледяной воде, где-то в реке. Животному не удалось выбраться. Ну, его вытащили. Потащили в ветеринарную клинику. Причем он всю дорогу спал на коленях у того мужика, там, в машине. Значит, в ветеринарной клинике у врачей закралось подозрение, что это может быть вовсе не пёс. Догадку подтвердил прибывший в клинику местный охотник. Спасенное животное оказалось молодым волком возрастом около года. Ну, в общем, подлечили его и выпустили. В Москве прошло шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля. Играла музыка военных лет. А причем без военных лет и 23 февраля? Они уже с ума посходили с этой войной, да? Сами объявили. Ну, сейчас мы знаем уже хорошо, что Сталин с Гитлером договорились мир разделить. И вспомните Польшу, вспомните, перед самым началом войны захватили Прибалтику. Ну, собственно, тоже была война. Да, мне очень хорошо. Глаза предложил написать для Малышевой песню про прямую кишку. Да ну, я тоже напишу. Ну, а что дальше-то? Вот он правильно пишет, что... Вы же понимаете, что если начнет прогрессировать какое-то явление, то оно в конце концов должно будет дойти до абсурда. У нас в нашей стране почему-то так. Ну, это вот про танец матки, песню матки. Да ну, конечно. Идиоты. США осудили власти Венесуэлы за расстрел волонтеров нагрозиться в Бразилии. Ну, в общем, да, это было такое. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ну, я уже говорил об этом. Венесуэрские военные открыли огонь посторонникам оппозиции, которые пытались обеспечить пропуск через границу гуманитарной помощи. Ну, там за одного генерала, за одного генерала захватили в плен индейцы. Ким Чен Ын отправился на бронепоезде в Ханой. Весь путь лидер КНДР проделывает по железной дороге транзитом через Китай. Больше двух суток. Ну, бронепоезд, он тяжелый, пока дойдет. МВД Бурятий начал проверку после публикации видеозаписи эротического танца в отделе полиции по случаю 23 февраля. На празднике присутствовал весь личный состав. Женщина, исполнявшая танец, в отделе полиции не работает. Ну, да, не работает. Ага, взяли на полставочки кем-нибудь. Так, ну и вот еще. С утра все говорили, что шведский самолет летал над Балтийским морем. Но он по разрешению летал-то. Вот договорились, что будет летать, смотреть. Ну, есть такое положение какое-то. Российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние менее 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем. Вот. А Минобороны отрицает, конечно же. Да, да, да. Ну, в общем, так. Ну, врут все время, ребята. Вам все время врут. И как вы там живете, мне это непонятно. Ну, ладно, мне пора, по-моему, с собаками гулять. Сколько времени-то? Уже 5 часов. Пойду с собаками гулять, потом спортиком позанимаюсь немножко. Оттуда записывать, наверное, не буду ничего. Просто. Сам, тихо сам с собой. Ну, ладно. Пока. С вами доктор Влад. Хоба. Совсем забыл. Я вот тут начал уже оформлять вот этот ролик свой, да, про Лозу, там, песни про прямую тишку. А у нас был ансамбль в мединституте. Вот. В общем, я там и друзья у меня были. Под названием «Веселые стрептококи». И мы пели веселые песни о тяжелых и неизлечимых болезнях. Я писал стихи. Вот. Что-то. Если ты заболел чумой, это дело с друзьями обмой. Это на мотив, если друг оказался вдруг. Ведь больничный тебе дадут и постельный уют. Так что Лоза в этом деле вовсе даже не лидер. Ну, ладно. Пока. Доктор Влад с вами. Продолжение следует.